Всем привет! Сегодня будем решать головоломку, которая еще не поступила в продажу. Головоломка называется Дом Дракона, производится компания Escape World. Мы уже решали одну головоломку от этой компании, это была пирамида. Буквально месяц назад выходил ролик, но сегодня мы посмотрим, что же такое Дом Дракона. Задача заключается в том, чтобы каким-то образом открыть этот Дом Дракона. Вот у нас есть ворота, у нас довольно много подвижных частей. Здесь какие-то шестеренки, которые нажимаются, при этом не вращаются. Здесь видно вставни, которые явно будут открываться. С этой стороны у нас есть колесо, которое вращается, у нас появляются различные символы. Также у нас вращается крыша в основании с различными символами. Задача заключается в том, чтобы решить много загадок и в итоге открыть Дом Дракона. Также давайте сразу перейдем к решению. Головоломка Дом Дракона. Сразу хочу обратить внимание на то, что упаковка довольно красивая. У нас головоломка внутри дополняет картину снаружи. Здесь у нас Дракон, его дом. Здесь у нас тоже, вероятно, Дом Дракона. С обратной стороны у нас говорится, что на решение мы потратим порядка 60 минут. Но я подозреваю, что мы справимся быстрее, потому что с предыдущей головоломкой мы быстрее справились. Также 14+. Здесь у нас никаких надписей нет, здесь тоже нет. Давайте распаковывать. Задача данной головоломки заключается в том, чтобы каким-то образом открыть Дом Дракона. Насколько я понимаю, они будут открываться через вот эти двери. У нас две двери. Скорее всего, путем вращения какого-то механизма они будут открываться. У нас довольно много подвижных деталей. Есть шестеренки, которые перемещаются. У нас появляются какие-то буквы. Скорее всего, как-то будем складывать слова. Также есть цветочки. Здесь есть шестеренки, которые, скорее всего, будут вращаться, но пока они заблокированы. Да, у нас ники не вращаются. Здесь у нас есть ставни, которые тоже, скорее всего, будут перемещаться, но, опять же, пока еще заблокированы. Здесь я вижу волнообразную деталь, которая, скорее всего, будет нажиматься. Но, опять же, не факт. Сейчас все, что у нас вращается, это крыша. И в основании у нас есть вот такая пластина, которая, скорее всего, будет смещаться. Потому что я уже вижу, что она находится на таких полозьях. Если мы сдвинем, она откроется. Но здесь у нас блокирует вот эта деталь. В общем, пока у нас вращается только крыша, но каким-то образом нужно разблокировать все остальные механизмы. Здесь тоже, скорее всего, будут открываться. Так что давайте засекать время и решать эту головоломку. Старт. Время пошло. Давайте посмотрим, что мы можем делать с этой головоломкой. А, кстати, я когда вот так держал, увидел, что вот эта деталь выпадает. Да, это, наверное, первый момент, который нужно сделать. Она двигает эту шестеренку. Шестеренку у нас, возможно, будет вращаться, если мы вытягиваем. Нет, пока ничего не происходит. Может, сели не нужно тянуть? Все-таки это дерево, может быть, оно не разработано еще до конца. Нет, ничего не происходит. Ладно, давайте пробуем другие детали. Что у нас здесь есть? У нас есть волнообразная деталь. Если попробуем на нее нажать, но сил не хватит нажать. Даже не сил не хватит, я просто не дотянусь до нее. Здесь у нас ставни тоже не перемещаются. Возможно, сюда нужно что-то вставить для того, чтобы у нас деталь открылась. Скорее всего, когда мы здесь что-то вставим, у нас выйдет как раз-таки вот эта волна обратная деталь, которая, кстати, выпадает немного. Если потрясти, она не выйдет. Нет, не получится зацепиться. Смотрим дальше. У нас вот здесь, кстати, что-то есть. Так, у нас есть первая подсказка. Хачи. Хачи. И что нам это дает? Вот здесь посмотрим, есть такое или нет. Так. Есть. Скорее всего, это зеркальное. Вомо. Шини. Сан. Ноко. Кая. Кая, либо кота. Нет, здесь хачи нет. Смотрим дальше. Кстати, у нас что-то вынимается. Вот, смотрите, у нас вынимается что-то. А эта деталь вынимается? Может быть, она будет выниматься, если мы здесь вытянем? Нет, не вынимается. Может быть, нажать? А, она, кстати, еще нажимается. Туго, но нажимается. И вот эта деталь вынимается. Так. Первый ключ, который мы вынули, на второй минуте. Точнее, сейчас уже идет третья минута, но тем не менее, спустя две минуты. И эта деталь вынимается. Есть. Первый ключ. И теперь давайте его попробуем поставить вот сюда, для того, чтобы у нас волнообразная выехала. Не помещается? Нет, не помещается по ширине. Значит, возможно, мы эту деталь сможем поставить. Эта деталь идеально помещается. Есть. Есть. Что-то у нас уже есть. Зеркало. Вот это интересно. Вот это уже интересно. Потому что зеркало я совершенно не ожидал увидеть. Вот вы сейчас сможете увидеть мою камеру. Здесь у нас фокусируется. Она не хочет фокусироваться, но, в общем, вот здесь надо мной находится моя камера. Окей. Здесь написано go. А, возможно, кстати, у нас здесь есть go. Нет. Но теперь у нас, кстати, разблокировалось вот здесь. Есть. И здесь есть go. Так, go. Так, скорее всего, вот эти цифры, они будут соответствовать... То есть, вот эти слова будут соответствовать цифрам. Соответственно, go это у нас 5. Возможно, нужно будет записывать, но, возможно, не придет записывать. Может быть, запомним. Go это у нас 5. Хачи. Давайте искать. А, так. Нет, здесь go написано не зеркально. Наверное, зеркало нужно для того, чтобы зеркально отображать вот эти слова. То есть, мы будем вот так смотреть. Шини. Сан. Ноко. То есть, то же самое, что мы читали, только при помощи зеркала. Возможно, они здесь будут. Шини. Вот. А тут написано шигни. Она тоже была шигни или нет? Нет, здесь шини, а здесь шигни. Так, хачи. Может быть, и чах. У нас есть не хачи, а шачи. Так, это, скорее всего, можно сдвигать обратно. А, может быть, и не стоит сдвигать. Давайте выдвинем. Может быть, оно, кроме того, что выдает зеркало, еще что-то разблокирует. Отдвигаем. Смотрим дальше. У нас вот эта деталь должна выдвигаться. Но она, скорее всего, блокируется вот этими. То есть, их необходимо выдвинуть. Что у нас еще есть? У нас есть вращающиеся. Кстати, у нас внутри что-то трясется. Скорее всего, внутри будет пазл, так же, как в предыдущей головоломке этой компании. А может быть и нет. Возможно, у нас какой-то механизм перемещается внутри. Что нам дает вращающейся крыше? Что-нибудь вращается, когда мы вращаем крышу? Пока ничего не дает. Кстати, может быть, стоит сопоставить голову дракона с головой дракона? Что-то он это даст? Пока ничего не дает. Но опять же, может быть, что эта крыша вращается просто так. Такое тоже может быть. Но мне кажется, в этой головоломке просто так ничего не будет вращаться. Какие у нас еще вынимаются? А, они у нас все вынимаются. Хорошо, давайте разбираться дальше с цифрами. Что мы имеем? У нас есть хачи, что, скорее всего, соответствует шачи, восьмерке. Но здесь нет буквы «С». Ну ладно, предположим, что это восьмерка. Дальше, какие у нас еще есть? У нас есть гол, восемь, пять. Что у нас еще есть? У нас есть вот эти все. Давайте их искать вот в этой части. Каждый по очереди. Сначала в ому. В ому нет. Хорошо, дальше. Шини. Есть похожее что-то, но это все-таки не шини. Но, возможно, это опять же как с хачи. Возможно, все-таки и то, и то подходит. То есть, у нас получается пять, семь, восемь пока. Дальше, сан. Сан у нас есть, и тройка. То есть, у нас получается три, пять, семь, восемь. Дальше, ноко. Ноко у нас нигде нет. Дальше, кая, либо ката. Этого тоже нигде нет. Возможно, эти слоги нужно будет вот здесь подконять. Но сейчас что мы имеем? Три, пять, семь, восемь. Здесь у нас есть другие символы. Это похоже на китайские иероглифы. Возможно, это у нас цифры. Один, два, три. Возможно, это китайские один, два, три. Не исключено, потому что они похожи на один, два, три. Похожи на римские один, два, три, если бы так повернуть. Дальше у нас, скорее всего, это китайские цифры. Но я не уверен, не хочу гуглить, потому что это будет подсказка. Но, тем не менее, предположим, что это китайские цифры. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Соответственно, у нас здесь тоже девять цифр. Поэтому, возможно, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Семерку мы вынули И у нас остается 3, 5, 8 Соответственно, если мы выдвинем 3, 5 и 8 То есть получается 3, 5, 8 Возможно, у нас что-нибудь откроется Возможно, эта часть разблокируется Потому что она, скорее всего, блокируется этими шестеренками Так, 1, 2, 3, 4, 5, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Вот правильно Вот эти выдвигаем Ничего У нас еще, правда, вот эта деталь есть Которая И вот здесь еще деталь есть Которая как будто должна нажиматься Нет 3, 5, 8 Может быть, их повернуть надо Ничего 8 минут прошло Но головоломка очень интересная Пока все, что мы делали, было довольно логичным То есть мы исследовали головоломки Находили какие-то моменты, которые могут передвигаться И дальше их передвигали Но сейчас пока непонятно Может быть, нам наоборот Нужно все выдвинуть и только на эти нажать 3, 5, 8 Ничего А это подвижно у нас Это, по-моему, подвижно Да Если деталь выпадает Она как-то не хочет выпадать Она у нас, по идее, сможет вниз выехать Есть Или нет Но, тем не менее, она пошла Есть, выдвинулась И у нас опять стрелка У нас снова стрелка Но куда эту стрелку вставлять в этот раз Здесь некуда А, у нас еще я заметил стрелки Вот здесь на стрелке Эти стрелки заблокируем у нас вот этой деталью Вот эта деталь у нас не вынимается Давайте пробуем еще раз поднять Может быть Так, я еще что-то достал А что я теперь достал У меня деталь упала Вот она Что это такое? Это, возможно, ключ Дальше Так, главное потом Не перепутать, когда буду собирать Вот эта верхняя И как она стояла Вот так или вот так А, судя по всему, вот так Судя по узору Сюда мы вставлять уже не будем А, вот сюда можно вставить Так, у нас пока есть две стрелочки Вот они, две стрелочки Одна чуть толще Другая чуть тоньше Но ни одна, ни другая сюда не вставляется Зато вставляется вот эта деталь Может быть, нам нужно вращать Пока не появится отверстие У нас отверстие никак не появится Потому что я вращаю У меня внутри ничего не перемещается То есть, вот я подсвечу Я буду вращать А внутри у меня явно деталь не перемещается То есть, отверстие у меня там, в принципе, открыться не может Хотя нет Может быть, при каком-то положении У меня Эта деталь сможет продавиться Так что давайте вращать Я буду давить и вращать Нет, ничего не дает Это абсолютно Не продавливается А может мне нужно крышу вращать? Нет, тоже ничего не меняется Так, пока было логично Но теперь у меня тупик Куда я могу двигаться дальше? Я нажимал следующие символы 3, 5, 8 Значит, снова поднимаем в четверку Может, теперь разблокируется? Нет Эта деталь не разблокировалась А может быть, теперь наоборот Их нужно выдвинуть А остальные нажать Давайте пробуем Как мы изначально пытались Нет Смотрим, что у нас здесь есть У нас здесь есть А, может быть, нужно сопоставлять вот так слова Так, смотрим Что у нас получается Либо зеркальный, либо нет В общем, Ичи Ичи у нас есть или нет? У нас есть Ичи же это Ичи есть Это единица Окей, значит, мы следующий же подбираем Единица Куру Есть Року Шестерка Так А у нас Куру все-таки другое Куру у нас нет Возможно, это японские слова Китайские слова Если вы знаете, что они обозначают Пишите в комментариях Судя по всему, это китайские иероглифы А не японские Китайские же? Вроде китайские Так Куру У нас есть отдельно Ку Но, скорее всего, это нет Значит, единица у нас пока Сано Есть Сан Ични Сан Си Почему? Я не знаю, почему здесь Йон написано Вообще, это Си Го Рок Сить Хать Кудзю Я просто каратэ занимался Довольно много лет Я не знаю, почему я сразу не заметил Ични Сан Си Го Рок Сить Хать Кудзю Возможно, неправильно произношу Но, тем не менее, это Счет на китайском до 10 На японском Это счет на японском Каратэ это японский вид искусства боевого А здесь у нас символы китайские или японские? Итак Извините, конечно, я воспользуюсь гуглом Для того, чтобы понять хотя бы С чем мы имеем дело Потому что у нас символы Вот это Я думал, что это китайские Очень странно Потому что это китайская система счета То есть я смотрю Иероглиф похож на китайские И это действительно цифры на китайском Давайте теперь посмотрим японские Может быть, в китайском и японском иероглифы цифры одинаковые? Это японские иероглифы Тогда все сходится Тогда у нас получаются цифры японские Иероглифы японские И все сходится У нас японская головоломка Я почему-то думал, что китайский стиль дракон Судя по всему, китайские и японские иероглифы цифр пишутся одинаково Если я не прав, исправьте меня в комментариях Так Соответственно, у нас Ични Санси Гоу Рок Сить Хать Кудзю Почему 4 по-другому пишутся, я не знаю Возможно, мне тренер неправильно говорил Я вижу у нас внутри шестеренку Так, я сейчас вам покажу У нас внутри есть шестеренка Возможно, это шестеренка, которая приводит в движение двери Року Року Давайте 1-6, предположим Это у нас 3 Предположим, что 1-3-6 Давайте попробуем То есть мы поднимаем все остальные Поднимаем сначала все Потом нажмем просто 1-3-6 1-3-6 1-3-6 Если поменяем местами вот эти детали Может быть, тогда оно что-то произойдет Нет Так, тоже нет У нас детали, в принципе, какие-то могут вращаться Судя по всему, у нас никакие детали вращаться не могут Очевидно, что у нас должна выниматься эта деталь Потому что она блокирует вот эту деталь Здесь у нас есть стрелочки То есть эту деталь явно нужно вынуть Может быть, нам нужно нажать как раз-таки все цифры, которые нужно было нажимать То есть у нас было 3, 5, 8, 7, 1 Давайте пробуем Так, поднимаем все Нажимаем 3, 5, 8, 7, 1 Есть! Это было очевидно Почему я сразу до этого не додумался И теперь у нас явно данная деталь разблокируется То есть мы тянем Что у нас происходит? Может, у нас двери открылись? Нет, ничего пока Мы вытянули И пока у нас вот здесь открылось Так, давайте посмотрим на время Потому что мне кажется, что сейчас уже откроются двери Так, у меня здесь китайский алфавит Окей Вот, время 23 минуты Мне кажется, сейчас ставлю ключ И у нас все откроется Так, ключом у нас будет, скорее всего, эта деталь Нет, ничего не открылось Почему? Что нужно сделать? Может быть, здесь нужно вращать? Может быть, крышу нужно вращать? Давайте попробуем Нет Может быть, какая-то из этих деталей вставляется? Нет Это тоже явно нет Хотя здесь стрелочки у нас есть Так, что у нас может быть дальше? То есть мы здесь выдвинули У нас одна шестеренка пряталась вот здесь Мы ее видели снизу Или это не шестеренка была? А, вернее, не шестеренка была Скорее всего, эта деталь была Вот здесь вот эта деталь была, скорее всего Возможно, нужно какие-то детали поставить обратно И тогда только у нас все откроется Но это было бы как-то очень нелогично Во-первых, если мы будем вставить данную деталь А, а это что такое? Двойкой, наверное Нам нужно нажать двойку, что ли? Так, у нас данная деталь так стояла Мы ее вынули Так же она стояла? Не так точно Вот так она стояла Двойка у нас Вот Сейчас нам нужно двойку вниз нажать А, вот он ключ! Все логично Окей Теперь мы откроем головоломку Так, смотрим на ворота Мне кажется, она сейчас должна открыться Есть! Ворота мы открыли Это так круто! Открылись ворота И что у нас внутри? Так, внутри у нас дракон Все, головоломка решена Давайте останавливать время Разблокируйся, давай Есть! Стоп! 27.47 Потразил в два раза меньше времени Чем заявлено на коробке Но тем не менее Эта головоломка очень интересная Это действительно красивая Интересная головоломка Если бы я изначально знал, что он на японском Я бы говорил, что он на японском Но опять же Это не меняет абсолютно ничего То есть здесь не нужно знать китайский Японский для того, чтобы решить эту головоломку Но чтобы ориентироваться просто на символы Теперь мне нужно собрать все обратно Но соберу это попозже Головоломка мне понравилась А еще интересно то, что я сейчас закончил решать головоломку Взял свитч для того, чтобы поиграть в Super Mario Odyssey И у меня именно сегодня такой же уровень, как и головоломка, который мы сегодня решали Это либо китайский, либо японский Я уж сам не знаю В общем уровень в восточном стиле И здесь последний на самом деле уровень Нужно будет сражаться с Боузером Но тем не менее совпало то, что я именно сегодня решаю эту головоломку И сегодня прохожу такой уровень Подведем итоги Мне головоломка однозначно понравилась Я в принципе люблю квест-кубы за счет того, что у вас множество загадок в одной головоломке И после решения одной загадки у вас может переходить к следующей У вас нет никаких скрытых механизмов Которых вам необходимо перекатывать шарик для того, чтобы попал в определенное отверстие Это тоже может быть интересным Но на мой взгляд намного интереснее решать именно загадки, которые у вас находятся на поверхности Как в этом квест-кубике Если сравнить уровень сложности данной головоломки и пирамиды Которые мы решали ранее от этого же производителя На мой взгляд дом дракона немного проще, чем пирамида Пирамиде я бы дал, наверное, девятый уровень сложности Дому дракона восьмой уровень сложности Тем не менее, головоломка, конечно же, сложная, конечно же, интересная И мне понравилось, как я уже и сказал Купить данные головоломки вы можете на сайте производителя Ссылка на сайт будет в описании Также в описании будет мой уникальный промокод По которому вы можете получить скидку 10% Так что можете переходить, смотреть Данный головоломок еще не поступил в продажу Так что рекомендую ознакомиться с другими головоломками для производителя Они еще однозначно будут появляться на моем канале И надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео Если это так, не забудьте подписаться на мой лайв-канал Ссылка на них в описании Также в описании ссылка на мой инстаграм, на мой тикток И на все остальные социальные сети И на этом все, спасибо за просмотр Всем пока!